У нас призыв ничем не заплушить! Открыл фестиваль президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев. Он представил все команды членов дегустационной комиссии, в числе которых именитый кулинар Хаким Ганиев и пятикратный лауреат Лиги шашлыка Валерий Матвеев. Когда мы оцениваем, мы оцениваем не только вкус мяса, мы оцениваем то настроение, с которым вы его готовите. Поэтому хочется пожелать вам доброго, хорошего настроения и светлой души, и тогда у вас все будет здорово. Каждой команде выдали отличный кусок свинины, все остальное – овощи, зелень, специи – участники приготовили сами. Слушайте, а резать тоже правильно надо? Да. Я против волокон. А опыт у вас большой в приготовлении шашлыка? Любитель. Вот так, скромно называя себя любителями, участники фестиваля в прямом смысле колдовали над мясом. Одни свои секреты держали втайне, другие не скрывали, делились задумками. Я солю шашлык всегда в самом конце мариновки, за 10 минут до готовки. У нас так, просто шашлык оригинал, чисто мясо и побольше овощей, что-то за грилем, что-то так, просто свежими, и все, минимализм. Шашлык, с одной стороны, простое блюдо, но с другой стороны, это блюдо премиальное, праздничное. И вот получается, что в такой дружеской компании даже не очень знакомых людей, а может быть, вообще не знакомых, люди занимаются общим делом, привычным делом, которое приносит им пользу для души и для тела. Не все, конечно, всерьез готовились к борьбе за право стать победителем фестиваля, но некоторые, как, к примеру, команда Baby Best Box, показала профессионализм в приготовлении шашлыка специального назначения. Мы работаем для молодых мам, которые ждут ребеночка или уже родили. Поэтому у нас два вида шашлыка для беременных женщин. Те, которые ждут девочку, и те, которые ждут мальчика. Пока команды готовили шашлык, на сцене шел концерт с участием популярных исполнителей. Музыка была слышна во всех уголках конного парка, в котором в этот солнечный день отдыхали гости из ближних городов. А посмотреть в парке есть на что. Вот хотя бы зоопарк. Все меньше возможности у современных детей увидеть живую козу или овечку. Этот зоопарк отличается тем, что здесь, кроме диких, есть и домашние животные. Но вернемся к соревнованиям. Почетным гостем фестиваля «Шашлычная слава-2015» стал Костя Дзю. Ценитель шашлыка он с удовольствием согласился войти в состав судей. Участники команд фотографировались с Костей Дзю на память о встрече, о фестивале. Легендарный Хаким Ганеев преподнес ему в дар свою новую книгу. А тут и первые шашлыки подоспели. Дегустационной комиссии предстояла сложная задача. Чтобы быть справедливым, это очень тяжело, потому что на каком-то кусочке ты уже наелся. Даже очень вкусный, может, ты уже не лезешь. А все-таки какой, на ваш взгляд, самый вкусный шашлык? Если честно, я люблю любой шашлык, если хорошо приготовленный. Я не люблю пережаренное мясо. Нужно посмотреть сначала, если он приготовлен уже красиво, значит, это уже вкусно. Нужно выбирать так, чтобы он был доведен до самой кондиции. Многие ребята готовят и свинины. Свинина должна быть где-то в 10-15 минут на углях, чтобы она дошла до вкуса. Ну и вот по этим критериям будем выбирать, у кого вкуснейшее мясо, тот и победит. По общему мнению, победителем 12-го фестиваля стала команда Baby Best Box. Видимо, все-таки их креативная формула возымела действие на дегустационную комиссию. Татьяна Брилова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.